День рождения, днём рождения, днём рождения. Я Антон Миранчук. Я Алексей Миранчук. Сегодня наш день рождения. И нам ещё только 28 лет. Что может быть лучше подарка, сделанная своими руками? Сегодня мы... Антон. Сегодня мы под часами испекли торты. И сейчас мы украсим их друг для друга. И наша мама определит, чей лучше. Погнали. Так, ребят, идея такова. Хочу нарисовать... Нарисовать часы. Так как у Антона 11 номер у меня 59. Идея такова, что типа 11.59 время. Соответственно, 16 октября. И типа переходит как бы в 17. Вот в этом что-то плане такого. Идеи нет. Ребят, импровизация это, наверное, единственное, что может быть сейчас. Надо что-то сделать. То, что нас объединяет. А это объединяет нас футбол. Что-то типа попытаться сделать из этого. Футбольный мяч. У нас двоих. Может реально как-то... Для начала нам нужно, наверное, выбрать цвет мяча. Может быть любой, правильно? Может быть белый. И не делаем кантовочку. Тут же просто права на ошибку еще нету. Стерок нет. Поэтому как получится, так получится. Ничего страшного. Это же потом у нас стерки нет, чтобы стереть. Так, главное начать. Окей. Ну, можем начать с... Сколько нам исполнилось? Правильно? 28 лет. Так, мама же оценивать будет, правильно? Мы же сказали. Значит, может маму туда займем. Что-то не понравилось. Ладно, шучу. 28. Так как Антон, локомотивские цвета это красно-зеленые. Будем делать что-нибудь вот так. 12. 9. 10. Нормально, короче. Так. Как и голова. Туда еще руки. 16. 10. 23. Время у нас 11.59. Переходит в 17. Наш день рождения. Соответственно, это где-нибудь... Это вообще съедобное или не съедобное? Ой, вот это искусство вот это вот сложнее, скорее всего. Так, ладно, двоих нас нарисовал. Теперь можно какой-нибудь мяч и типа мы, ну, типа играем, да? Ну, так понятно, типа, ну, пас-пас. Или непонятно, что это мяч. Так. Вот типа 28 мы играем в футбол. Что еще изобразить можно на этом чудо-торте? Это типа стрелки, если вы не поняли. Типа к 12 идет на наш день рождения. Так, тоненькая работа у нас. Так, вроде, более-менее видно, что 59. Так. Ух, у меня небо, конечно. В целом могу, могу сладкое, как сказать, люблю, но не всегда, наверное, могу позволить себе скушать. В целом, наверное, если говорить про торты, то, наверное, мой любимый это... Мама всегда покупала нам Санчо Панчо. По-моему, он так называется как-то. Супер вкусный. Там как-то на основе вот что-то сметанного такого, сливочного, ананасы внутри там как-то все это очень вкусно было. Так, надо чем-то поукрашать. Какая тонкая работа, если вы заметили. Все это на ваших глазах. Я понимаю, что торт получается отличным, и у вас сразу же возникает вопрос. Делал ли раньше ты торты? Поэтому я вам отвечу, что это мой первый торт. Ну, торты делаю дорогие, правда, ребят. Потому что, как вы видите, все это очень... Такая щепетильная работа, так скажем. Соответственно, и долгая. Соответственно, и беру много. Но работа хорошая, потому что в процессе можно где-то чуть-чуть незаметно съесть. Но сладким и баловаться не будем. Так как сладкого нам нельзя. Поэтому мы просто украшаем. Так, что можно еще сделать? Не знаю, честно. Ворота поля, да. Хотя, где мы играем, получается. О, боже, ребята, честно. Голова не бывает вообще. Так, что мы еще можем сделать? У нас какие-то бусинки здесь. Эти. Но я не люблю много... Вот скажу честно, не люблю много налепливать всего. Поэтому предлагаю плюс-минус держаться того, что простота, это и есть что-то такое необычное. Так, я хочу здесь написать, типа, с днём рождения, но я думаю, что это мне не получится сделать. А хотя можно, знаешь, как сделать? Сындры. Ну, какие-нибудь давайте добавим вот так вот здесь. Работа подходит к концу. Будем завершать, поэтому. Так, надо закругляться, я думаю. Какую-нибудь посыпочку сделать. Мой торт готов, посмотрим, что сделал брат. Вот мой торт готов для брата. Посмотрим, на что способен он. Ё-моё, какой я молодец, отвечаю, я сам от себя в шоке. Я проявил фантазию сам. Нет, это по креативу. Креативу, работа, это креатив, да? Ну, всё, если что, работа после футбола. Не пропаду, как говорится. Тяжело было, сразу же думал. У тебя как будто заняло больше времени, потому что я не знал, что делать. А это креативность. Да. Сразу придумал. Не сразу. Ну, мне пришло идея позже, да. Да. Ну, опыт неплохой, да? Ну, интересен был, да. Надеюсь, мой политик в тебя. Да, потому что мы уже решили. Мама решит, бля, 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 бля. Открываем тогда, да? Смотрим. Что получилось? Ну, рассказывай. Давай с тебя начнём. Как можно? Что это у тебя? Я чем руководствовался? Я представил, что я кондитер. Мне сказали сделать про человека, допустим, у кого там день рождения. Что я знаю о нём? Он любит футбол, солнце, небо голубое над головой. Да. Значит, ему исполняется 28 лет. Да. И ещё я написал ему СДР, бру. Видишь? СДР, бру. И потом уже от этого отталкиваться. Не надо там писать, что-то. А у тебя отчего появился? Ну, тут у меня всё просто. Часы, как ты видишь. А, я понял. 16-е число, твой номер 11, мой 59-й. А почему 16-е число? Ну, потому что 11-59, и типа вот стрелка, видишь, секундная подходит к 12-й, и сейчас типа перейдёт на 17-е октября, на день рождения. Всё, всё, всё. Соответственно, вот такой посыл был. Да. В лодочке тоже украсил. Ну, у меня не так много посыпки. Посыпки, да, так скажем. Ну, это тоже интересно у тебя, да, анимализм такой, да? Да, да. Пусть победит мой. Сильнейший. Мы что, тогда отправляем, отправим маме тогда? Пускай мама решит. Давай, давай. Ну, только надо сказать, что это не мы, да, или как? А как она поймёт? Да, она поймёт. Просто она не поймёт, кто, кто, что, ну, чей делал. Она же не знает, что это ты делал. Просто спроси, типа, какой лучше, да? На твой взгляд, типа. Ну, да, вот так. Ну, сейчас я ещё пришла, вот здесь девочек, вот такую. А здесь я на семёрку. Вот я спорю, он скажет, все красивые. Оба, я вам что говорил, оба хороши. Но. Там, думаю. Давайте мне кусочек. Вон, чей, вот надо написать. Напиши. Ой, Карл, а справа. То есть. Ты ничего не знаешь, что ты ничего не ответил. Скажи, ребят, пиши, мама, спасибо, мне торт в плену летит. Так, ну, итог у нас какой? Мама ответила, ну, мама в своём стиле, то есть, отдала предпочтение, мол, ей два нравится, но сказала, типа, кусочек, который съела справа, который справа торт, соответственно, мой. Как по мне, оба торты хороши. Но правый летит у Антона. А что делать-то? Он мне будет в лицо это всё делать? Нет. Прям так? Ну, в лицо, как я, как в лицо я ему винил. Просто мама определила победителя, и всё. Такую красоту, как я ему буду в лицо делать? Ну, радости в моих глазах не ждать. Ну, я сам виноват, что там делать. Нет, ты ни в чём... У мамы нет вкуса. Ты ни в чём не виноват. Ты ни в чём виноват. Не виноват. Но за это... Проигравший. Самая сладкая проигравшему. Днём рождения. Спасибо. Нормально вот здесь вышло. Ты меня сильно, ты сладуешь. У тебя 28. Тебе всё впечатлило. Ты сказал, что ты сильнее будешь. Давай ты тогда тоже. Давай меня тоже, давай меня тоже. Меня толкни тоже. Не, ну тоже вкусный, на самом деле. Неплохой. Всё. Всем спасибо. Вот я так ещё раз праздновал день рождения. Это первый и последний раз. Раз, два, три. Happy birthday.